Галинур, очень важный вопрос для тех, кто хочет войти в мир юрты, и даже среди носителей культуры, это нужно ли чистить зимой снег с купола юрты, и как это делать, если это нужно? Конечно, если вы эксплуатируете юрту зимой, особенно там, где много снега, нужно чистить юрту. Небольшие юрты диаметром не более 4-5 метров, они выдерживают очень большую нагрузку, они очень прочные. У нас есть случай такой, в Мурманске ребята эксплуатируют юрту зимний кайтинг, они занимаются, так у них юрта полностью занесена снегом до самого, они приезжают туда, откапывают юрту и пользуются ею. Но когда размеры юрты уже большие, там 12-канатные юрты, это около 8 метров, тогда, конечно же, нужно чистить снег периодически, особенно мокрый снег, который прилипает к кровли. Хорошо, я перебью, Галинур, и введу в экскурс. У нас почему-то ошибочно в России распространены юрты монгольского типа, а там купол имеет небольшой наклон, и даже вижу в роликах, что дают такую большую швабру, чтобы стягивать снег снаружи. Да, стаскивать этот снег, и это естественно, потому что монгольская юрта для такого климата не предназначена, допустим, Байкал, вот, и мне этот инструмент не очень нравится, а я понимаю, что он там нужен, но у кочевника так быть не могло, я подозреваю. Как чистят снег с юрты? Ну, тюркская юрт, как вы уже говорили, достаточно, особенно башкирская, и киргизские юрты в горах, у них очень крутой скат кровли. Да, самые острые. И при малейшем ударе изнутри снег подпрыгивает и смолзает с кровли. Это делается очень просто, берете палку и слегка тюкаете палку. Слегка, между руков по войлоку. По войлоку, да. И все. И прошлись по середине, и так вот по спирали вниз, и ваш снег окажется на земле. Да, да, да. И еще скажу, ты на слух определишь, как снег уходит. А потом, когда выйдешь, то порадуешься своими результатами. Конечно. Друзья, в традиционной культуре в тюркской юрты берут бакан и стряхивают снег. И это хорошо, потому что не нужно надевать валенки, садиться на коня, скакать на улицу. Там в юге идет снег. Когда идет снег, не очень комфортно там. Лучше это время пережить в юрте. Это принцип выживаемости. Да. То есть кочевник был мудрый и меньшими затратами делал результат. И это прекрасно. Нам нужно это не забывать, брать и нести в свою жизнь. Да. Этот драгоценнейший опыт. Ничего лишнего. Ничего лишнего. Да. Ничего лишнего. Это философия минимализма. Прекрасная. Сейчас современные люди этим увлекаются, не знаю откуда. Ну как, не знаю. Мы обросли таким невероятным количеством вещей, что это уже невообразимо. Вот и популярная эта теория минимализма. Да, да, да. Эта нагрузка стала нас тяготить. Конечно. Давай тогда еще один стрих. Вот обратная сторона медали так называемого общества потребления. Да. Да. У меня лежит ролик «Закон степи. Кодекс степи Чингисхана Яса». И там в конце я говорю, что эти устные напутствия дошли в разных вариантах. Да. Допустим, воин скачет по степи, увидел оружие, поднял. Не поднял. Да. И там есть завещание для всех монголов. Не скажу, что это оригинал, потому что это устно было. Но примерно так. Монголы, завещаю вам всегда оставаться кочевниками. Если вы перестанете кочевать и станете оседлыми, ваша душа станет менее чиста. Вот, наверное, это продолжение разговора о той палке, которая стряхивает снег. Все в этом мире связано. И в этом плане юрта нам дает возможность понять эти простые, приятные жизненные механизмы. Тысячи людьми выработали. Да. Да. Зачем нам это терять? Друзья, до встречи на канале.